Всем привет! Сегодня я покажу вам свою версию макияжа на День Валентина. Я хотела сделать что-то более яркое, что-то менее классическое, потому что в основном на День Валентина принято делать какие-то макияжи довольно классические, там стрелки, красные губы и так далее и тому подобное. Я решила отойти от этой традиции, сделать что-то более яркое, но тем не менее очень привлекающий взгляд, поэтому если вам интересно посмотреть, как я делаю этот макияж, то, конечно же, оставайтесь со мной. Главное, о чем нам нужно позаботиться, делая это макияж, так это о том, чтобы оттенки все были очень яркими, потому что иначе макияж не будет настолько интересным. Для того, чтобы они были настолько яркими, нам обязательно нужно использовать базу под тени. Я сегодня буду использовать акварель, но если акварели у вас под рукой нет, вы можете использовать любые карандаши или любые цветные кремовые базы, которые у вас есть. Желтую акварель я буду наносить на все подвижное веко. Старайтесь, чтобы оттенок был максимально равномерный, без каких-либо дырочек. И я останавливаюсь до складки века, как вы видите, и буквально чуть-чуть это все растушевываю. Пока акварель не засохла, сразу же переходим к теням. Я беру желтый оттенок из палетки Гош на 9 оттенков теней и наношу его сразу вот такими вот упаковывающими движениями на всю веко, закрепляя свою акварель. Теперь нам нужен какой-то переходный оттенок в складки века. Я возьму свою палетку Лорак Про и оттеночек Тауп. Ставлю вот так вот кисть во внешний уголок глаза, ставлю такое цветовое пятно и потом, когда уже основной оттенок нанесен сюда, остатками на кисти прохожусь по складке века. И растушевываю всю, в принципе, границу с желтым оттенком. И вот, в принципе, уже видно, что такой сильной какой-то границы между этими двумя цветами нет. Теперь беру ту же растушевочную кисть и ту же палетку Лорак Про, только на этот раз более темный коричневый оттенок под названием Эспрессо. Снова ставлю цветовое пятно для того, чтобы углубить это место. И опять-таки прохожусь по той же зоне, только в этот раз уже так высоко оттенок не поднимаю. И также немножко его растушевываю во внутренний уголок, вернее, по направлению к внутреннему уголку. Верхнее веко пока оставляем в покое и переходим к нижнему веку. Для того, чтобы снова добиться интенсивности оттенка, я беру акварель, только теперь уже светло-сиреневого оттенка и буду наносить ее на все нижнее веко. Наносите этот оттенок прям под ресницами, но не заходите в самый уголок глаза внутренний. Остановитесь там, где у вас прекращают расти ресницы, где-то приблизительно в этой зоне. И так как форма у меня будет более вытянутая, я продолжаю нижнее веко вот такой вот стрелкой с помощью этой акварели. И теперь снова, пока акварель у меня не застыла, я беру палетку теней, на этот раз от Faberlic и самый темный фиолетовый оттенок из палетки. Оттенок этот я сразу же дублирую на нижнем веке. И благодаря акварели он выглядит очень-очень ярко. Довожу этот оттенок до внутреннего уголка глаза. Сюда я акварель не наносила, поэтому он выглядит слегка по-другому, немножко светлее, но это как раз то, что нам и нужно. На этой стадии макияж выглядит довольно нелепо, и для того, чтобы связать верхнее и нижнее века, я их соединю с собой стрелкой. У меня будет очень графичная черная стрелка, которую я выполню с помощью гелевой подводки от Эльф. Сначала начинаю, как обычно, подводить ресничный край. А потом использую направляющую своей уже фиолетовой стрелки, я ее просто вот так вот продублирую рядом. Таким образом она тоже станет более аккуратной. Теперь заполняю всю стрелочку. Теперь, когда у нас появилась стрелочка, макияж выглядит намного более логично, но все равно я хочу дополнить его еще черным карандашом для глаз. Я возьму черный карандаш от Urban Decay. Этот карандаш я нанесу на верхнюю водную линию, и также на нижнюю водную линию тоже. И на нижнем веке я соединяю конец своей стрелочки с нижним веком. Вот таким вот образом. И так как у нас сегодня праздничный макияж, мне все-таки хочется добавить немножко слюды. Я буду использовать слюду от Sigma в оттенке Be Witched и наносить ее на нижнее веко, перед этим смочив кисть в фиксирующий спрей. Эта слюда имеет такой розово-фиолетовый оттенок, перелив скорее. И мне кажется, она сюда очень красиво подходит и дополняет этот макияж. И совсем немножко я его тоже нанесу, ее вернее нанесу во внутренний уголок глаза. Как вы видите, у меня слегка всыпались блестки. Для этого я возьму кисть для тона и вот таким образом очень легко их уберу. На этом этапе мне осталось только накрасить ресницы, что я сейчас и сделаю. Сразу же вернусь к вам. И так как свои ресницы у меня недостаточно хорошие, во внешнем уголке глаз я буду клеить вот такие вот накладные реснички. Сегодня я не хочу останавливаться на том, что я использовала у себя на лице, потому что мой макияж довольно стандартный. В принципе, недавно я делала видео, как я делаю вот такой вот макияж лица. Но так как сегодня макияж на День Святого Валентина, я хочу дать вам несколько советов по поводу макияжа губ. Я очень не советую использовать вам какие-либо блески, потому что как бы красиво они не выглядели на губах, они будут очень нестойкими. И так как День Валентина предполагает какие-то поцелуи с вашим любимым человеком, то ни ему, ни вам, в общем-то, это приятно не будет. Я хочу вам предложить несколько вариантов, как сделать так, чтобы макияж губ был довольно стойким. Первое, это использовать какой-то праймер для ваших губ. Я сегодня использовала праймер от Cargo. Это Cargo HD Picture Perfect Lip Primer. В общем-то, это праймер такой же, как и все остальные, для лица, для глаз, на силиконовой основе, которую вы наносите на ваши губы. И на нем все помады держатся более стойко. Этот праймер действительно продлевает стойкость, вернее, он делает губы немножко более сухими, матовыми, не пересушивая их. И любые помады, которые вы наносите поверх этого праймера, немножко более матовыми смотрятся, немножко более стойко держатся. Я также использовала сегодня жидкую помаду от Rimmel из серии Apocalypse. Это оттенок у меня Luna 500. И эта помада тоже сама по себе довольно стойкая, но в паре с праймером они очень неплохо держатся и практически не отпечатываются. И если вы накрасите губы, потом слегка пару раз промахнете их салфеткой, то этот макияж будет довольно-таки стойкий и практически не будет перепечатываться на губы вашего любимого. Ну вот, в принципе, и все. На этом буду заканчивать. Хочу вам пожелать, чтобы у вас День Святого Валентина очень хорошо прошел. А если вдруг у вас еще нет второй половинки, то желаю, чтобы вы ее как можно поскорее нашли. Обязательно поставьте мне лайк, если вам понравилось это видео. И до встречи в новых моих уроках. Пока!